Доброе утро! Сегодня 26 июня, понедельник. Я тронулся с моей парковки. Сейчас проезжаю город Кембридж, еду в сторону Брамфорд. Там я вчера поехал смотреть одну машину. Оказывается, хозяин увлекается корветами, и у него там только на одном месте 10 штук стоят, а в другом месте еще, может быть, пару штук машин. Ну вот, короче, я у него застрял вчера на полдня, может, кстати, я в обед к нему приехал, и где-то до 7 у него был... Ну, то, что мы еще там с ним поехали, ему дочь позвонила, она ищет дом, хочет покупать дом, и там нашла себе дом, тоже в этом городе. Мы поехали вместе с ним, у меня было время, я говорю, о, поехали. Поехали вместе с ним, смотрели дом, провели вместе еще часа два и с другими людьми, познакомился с другими людьми. Там интересно, день был нескучный, много чего нового узнал, и познакомился с людьми также. Местность посмотрел немножко, а также познакомился с его всеми машинами, которые стояли там, рассказал он мне. Со временем... Сейчас он продает две штуки, со временем по одной, может быть, будет продавать. Посмотрим. Короче, кто интересуется корветтой разных годов, спрашивайте. Вот покажу я вам центр Кембриджа. Тут находится центр, тут уезжаем. Айбадж-страсс, и здесь я тоже... Ну, здесь не совсем Айбадж-страсс, здесь можно в две стороны ехать. Я вчера здесь уже проезжал, поэтому слегка уже познакомился с центром. Не то, что смотрел все улицы подряд, а так, проездом. Может, тут более центр здесь, а? Я не знаю, это сам центр или нет, просто дорога здесь проходит, которая, кстати, из одного города в другой видео, это более главная дорога. Покажу немножко только. Центр небольшой, потому что сам город тоже небольшой. На карте он меньше выглядит. Здесь, когда проезжаешь через него, особенно там сначала индустрия, вот это вот все, магазины, там видно, что большой город. Нет, на карте видел, думал, а какая-то деревня, проеду. Брамфорд я проезжал, он, видать, поменьше, потому что что-то, ну, он не такой большой. Заехал я в Брамфорд. Здесь также опять спереди сначала вся индустрия, магазины всякие, гаражи всякие, Тим Гортоны. В последнее время мне понравилось заходить в Тим Гортоны. Там, как сказать, бесплатный, свободный интернет, и он побыстрее, чем в Макдональдсе. В Макдональдсе я последние годы пробовал, он все время там еле-еле как ползет. В библиотеках там тоже бесплатно. Пересекаем рыбочку. Мы еще в Брамфорде. Здесь памятники стоят. Река большая, но грязная. Так как дожди последнее время идут все время, и везде переполнено, озера полные, реки полные, грязные. Некоторые места затопленные. Центр мы не проехали, мы слегка сбоку проехали центра, поэтому я не соснял центр этого города. Посмотрим, если будет временном, о цикле заеду еще, посмотрю. Еще километров пять, и мы у цели. Приехали, уже находимся на этой улице. Вот здесь такие вот дома, участки. Красиво выглядит, но я люблю, когда больше деревьев. Вот сейчас к нему взаимный участок. Вот так вот нравится у меня, как у него на участке. Здесь дорогие, конечно, места, потому что на горе. Сейчас заезжаем на его участок. Вот его участочек. Так, ничего особенного. Никакие машины особенно не видать. Вот старый Econoline тоже красный, который у меня. Ну, этот вроде 60-х годов, что-то, или где-то так вокруг 70-х. Доброе утро. Сегодня вторник. Вчера был понедельник. Сейчас мы едем по 403-му автобану в сторону Торонто. Сейчас вот спереди нас большой город, тоже Хамилтон. Я заночевал сегодня в Брандфорд, там, где я машины смотрел. Хозяин просит немножко много денег за свои машины, не хочет торговаться даже, поэтому я решил поехать сейчас в Торонто. Там вокруг Торонто тоже еще чуть дальше. Есть машины, которые хочу посмотреть. Надеюсь, найти подешевле машины в таком же или в лучшем состоянии. Вот сейчас. Это Хамилтон-центр. Я в первом году находился в этом городе. Я в этой местности, когда первый год здесь был, я здесь часто ездил. Искал себе тоже машину первую, и вот на которой я сейчас еду, я ее здесь в этой местности и нашел. Вот если за Хамилтон в правую сторону уйти, там я ее нашел на юг больше отсюда. Поэтому для этой машинки эта местность сейчас знакома. Она здесь, так сказать, почти родилась. дни для путешествия прохладные, хорошие, приятные. Единственное, если на мотоцикле едешь, и часто дожди бывают неприятные. А так, то, что не жарко, и в машине не жарко ночевать, отдыхать. Хотя я весь день не бываю в машине, я только вечером и ночь, и утром, и все. Потому что весь день я на мотоцикле езжу по другим местам, смотрю машины. До Торонто еще 64 километра. Там я сделаю остановку, посмотрю одну машину, свяжусь по телефону с другими хозяевами машин, и хочу еще посетить как минимум хотя бы две машины. Но посмотрим, как дождь позволит, как погода. Сейчас вообще-то утро где-то около 8. Я решил пораньше выехать, чтобы успеть побольше все сделать. Вот, мы сейчас покидаем Хамилтон. Народ ездит, лихачит, все опаздывают на работу, наверное. Опять моросит. Так, тут дороги расходятся. Мы остаемся на 403-й. Нам на север пока не надо. Здесь вон столбы большие, освещение ночное. Здесь ночью едешь, я когда первый год ехал на мотоцикле ночью, даже фары включать не надо так светло здесь. я не знаю, нафига это расход энергии, нафига на автобане освещение такое вот, как в городе, вон, эти большие столбы, по 4 больших ламп, освещают автобан, чтобы людям было видно куда ехать. А для чего фары тогда? Здесь находится самая большая фабрика в Канаде фордов. Здесь делают много разных фордов. Это все фабрика. вот здесь называется форд драйв. Кто хочет съезжать на дорогу в форд, вон спереди часть Торонто уже видна. Сейчас я еду теперь по 401 автобану. 40 километров через весь Торонто. Но не только сам Торонто, это все остальные районы, которые принадлежат к ГТА. Короче, через 40 километров я парканусь в зоопарке там. Там есть место. Там надеюсь можно и заночевать. Без навигатора здесь можно заблудиться. Здесь столько пересекаются дорог. Ужас как на навигаторе показывает. куча дорог пересекается. Можно заблудиться. Ну, если смотришь на номер автобанка, по которому тебе двигаться надо, следишь за ним, чтобы ты не ушел никуда в сторону. Бывает, чтобы пролетел не заметил. А, аэропорт уже сзади нас. Самолеты вон летят. птичка железная летит. Идет на посадку. Еще одна птичка. Опять птичка летит. Они каждую минуту залетают. Сейчас полдвенадцатого, а уже такой час пик. Уже трасса полная. Опять самолет летит. Другой какой-то. Короче, идем на экспресс. Экспресс это там, как они обещают, что без задержки всякой ты идешь. Она бесплатная. Все прутся туда, но навигатор мой тоже говорит туда идти через 300 метров. Ну, не знаю. Что-то выглядит везде одинаково час пик. Что там, что тут. На этой трассе мы пересекаем Торонто с юга на север. Вот дорога, которая 400 уходит на Берри. Это домой, куда я потом поеду. Берри и потом после него 60 километров Мидланд мой дом. где мои друзья живут. Через пару дней поеду туда. А пока мы едем на запад. Их быстро просекаешь вечером, когда движение более открытое, свободное. ты спокойно едешь вечером. 8 где-то так вот трасса уже не такая полная загруженная и идет спокойно. Сейчас у нас трасса была забита, потому что тут сбоку видать столкнулись двое слегка и стоят блин и все три линии аккуратно проезжают тормозят. Съехали с автобана. Поворачиваем теперь налево и на зоопарк едем. это такой главный зоопарк Торонто, хотя мы уже за Торонто прилично отъехали. Так, подъезжаем к парковке. Добрый день, сегодня 28 июня. Я ночевал в Кингстон Смитфолз 90 километров туда мы едем проведать друга, которого уже несколько лет не видал. Я вчера вам не показал, как я приехал в Кингстон. Это на северо-запад от Торонто 200 километров. Там я смотрел машин, ну, планировал посмотреть две машины, но одна уже продалась, а вторая в состоянии не очень хорошем. Я вчера ее пошел посмотреть, вчера не было солнца, только тучи, и было не так все видно хорошо на машине. Я думал, о, нормально. А сегодня пришел повторно, чтобы сделать тест-драйв, но солнце светило, и сразу было видно все недостатки машины. Я сразу сказал, нет, тест-драйв делать не будем, мне она не нравится в таком состоянии. Короче, если покупаете машину, смотрите всегда, чтобы присутствовало солнце, потому, что она помогает видеть все ошибки, недостатки. Все, приехали к другу. Друг это дочь тех родителей, у которых я проживаю. Вот это вот въезд в усадьбу их нею. Да, въезд узкий. Я не знаю, как здесь на больших машинах заезжать. Возможно или нет. Че? Блин, как будто здесь неделям никого не было. Кто убирать будет эту палку? О, канадцы лентяи. Канадцы лентяи. Добрый день. Сегодня 29 июня. Я еще нахожусь здесь в Сми Фалс. они знаменитые тем, что здесь сделали дополнительный канал, чтобы корабли, ну, не очень большие, но корабли могли пересекать здесь воду. Это еще история примерно больше 100 лет этой истории, поэтому создалась здесь этот город. Я был вчера у друга, и ее друг рассказал мне эту историю, потому что они из этой местности. То, что там Сат-Ларенс река, которая протекает в Антарио лейк, заходит, там американцы были, и они часто в то время, еще 150 лет примерно назад, они атаковали корабли все грузовые, и поэтому они сделали здесь вверху обход на воде, чтобы люди безопасно могли обойти границу американцев. И поэтому здесь потом заселились, создался здесь город, а также здесь много каменных домов, потому что здесь местность вся каменная, поезда старые. Короче, покидаю я сегодня эту местность, я думал, может быть, планировал вверх ехать еще на север, но машина продалась, которую я хотел смотреть, я сегодня позвонил, она продалась уже, поэтому еду сейчас всю дорогу опять назад, посмотрю, как далеко сегодня опять вернусь, я в сторону Торонто опять еду, буду там присматривать себе опять, искать, но мне немного дней, у меня сейчас еще два дня и опять назад к своим надо ехать и помочь там, они уезжают на выходные, надо им помочь, присмотреть за их хозяйством на пару дней, потом опять могу начинать свое дело. Я приехал в Питебору, это примерно 150 километров от Торонто, сейчас пойду в Тим Гортон, сяду в интернет, буду искать машины с этой местности, если может найду какую-нибудь. Доброе утро, сегодня пятница 20, нет, 30 июня, завтра уже 1 июля праздник, я заночевал сегодня в Питебору, и вчера, ну, большинство сегодня уже договорился насчет встречи, сейчас примерно через 20 минут буду там, буду смотреть первую машину и потом через где-то полтора часа другую машину буду смотреть. Это я возвращаюсь опять назад, 100 километров примерно, чтобы посмотреть эти две машины и потом еду опять назад в сторону Берри. Короче, съездил я в Белвилл, посмотрел обе машины и решил, что одну куплю, эту желтую, потому что она специальная, выпуск, у нее там то, что она желтая мне не понравилась, цвет не очень люблю такой, ну, это на любителя, конечно, я ее, так сказать, для себя ненадолго, а вот то, что внутри состояние почти как у новой машины, кожа вот эта вот, она выглядит прям новая, не пачканная, пробег только 40 тысяч километров, даже не верится, но так и есть. Короче, купил я ее, заплатил только половину, остальное заплачу, когда приеду забирать ее. Ну, вот сейчас едем домой. Почти по автобану было бы в окружную, показал он 340 километров, а вот по таким дорогам он показал 250, а за почти 100 километров экономишь. Конечно, не идешь так быстро и в деревню много заезжаешь, а мне куда торопиться, я хоть на автобане, что здесь, а еду все равно 80-90, я не лихачу. Это у меня уже старушка, ей уже не надо так насаться, она уже заслужила свою пенсию. еду по седьмой дороге, эта дорога связывает города как Оттаву и Торонто, и вот сейчас уже сколько я смотрю, сейчас немножко разошлись, а тут только что проезжал машина за машиной, так сказать, час пик, так сказать, не то, что час пик, это тоже, но сейчас начинаются выходные длинные, 1 июля, Канада 150 лет справляет, и все едут отдыхать, и поэтому очень много машин едут с Торонто, большинство куда-то во все стороны отдыхать. Туристическая информация здесь небольшая для туристов, проезжаем сейчас такую, сказать, деревню небольшую, здесь у них видать закупочный центр, всякие магазины, едем домой, Митланд, еще 30 километров, и я буду там, а сегодня был напряженный день, весь день на колесах, вот эта вот прямая улица, еще 7 километров, последняя, и потом сворачиваем, и уже почти у цели там, 2 километра еще, в в в в в в в в Продолжение следует...